Добрый день. И хочу сразу напомнить, дорогие телезрители, что у вас есть возможность задать интересующий вас вопрос, ну, касательно, естественно же, предгорного района. Сделать вы это можете посредством телефона, позвонив нам в студию по номеру 333-020, код города Ставрополя, 8652, или отправить его, этот же вопрос, на наши мессенджеры, ватсап или вайбер. Номер вы увидите на экране. Игорь Владимирович, я знаю, что в 2019 году, начну с самого приятного, ваш район отмечает 60-летний юбилей. В первую очередь хочу вас поздравить, вас, жители предгорного района, с этой датой. Что планируете, как планируете отметить праздник? Тут же в планах что-то есть, какие-то мероприятия? Естественно, есть. Действительно, в 2019 году наш район будет отмечать свое 60-летие образования. Поэтому, конечно, основное и главное достояние нашего района – это золотой фонд. Люди нашего района, те, кто стояли у истоков образования, становления и развития нашего района. Поэтому основная наша цель – это уделить максимальное внимание заслушанным людям, уважаемым людям нашего района. Ну и, естественно, хотелось бы, чтобы положительный опыт развития нашего района был передан нашему молодому поколению, которое в будущем предстоит дальнейшее развитие нашего предгорного района. Основные мероприятия мы запланировали на 13 сентября. Это будет прием чествования заслуженных, уважаемых жителей предгорного района. Ну а на следующий день в парковой зоне станицы Есентукской планируются массовые праздничные гуляния, где будут представлены национальные подворья 15 поселениями нашего района, интерактивные площадки. Такая ярмарка получится, да? Да-да. Ну мы постоянно на день района проводим. Это каждый населенный пункт поселения. У нас их всего 15 в нашем районе. Они выставляют свои национальные, культурные достояния. Поэтому все гости, которые приезжают к нам в район, мы делаем обход каждого поселения, встречаемся с каждым главой поселения, чествуем наши поселения. И, естественно, концертная, может быть, какая-то программа. Дальше у нас планируется выступление лучших творческих коллективов районов, а также для жителей и гостей нашего района будет подарок. Это государственные ансамбль «Терские казаки». Ух ты! Ну у вас казачий район? Казачий, конечно, у нас район. У нас многонациональный район, у нас много населенных пунктов. Это у нас станица Суворовская, Баргустанская, Бекешевская. Это именно казачьи изначально были основаны казаками. Поэтому у нас также проживают и жители других национальностей. У нас есть поселок Мирный, где у нас проживают в основном, не в основном, а практически все жители карачаевской национальности. Поэтому у нас... Граница сказывается, да? Да, в районе много проживает греческой национальности. Поэтому мы такой многонациональный, но очень дружный район. В общем, масштабное яркое гуляние в этом. Планируем. И вот хотелось бы отметить. Последнее время в курортных городах проводятся широкие культурно-массовые мероприятия. Вот, допустим, сейчас в Весентуках идет кинофестиваль «Хрустальный источник». В принципе, по соседству. В Придгорном районе какие-то планируются для жителей масштабные мероприятия устраивать? Ну, скажем так, для развития, допустим, событийного туризма. Потому что регион у вас, район у вас красивый. То есть и горы есть, и реки, все для этого. Спасибо, Роман. Да, действительно, у нас очень красивый и привлекательный район. Действительно, часто проводятся на площадках Придгорного района масштабные культурные и событийные мероприятия. Вот завтрашнего дня, 27-28 июля, у нас планируется проведение первого этапа чемпионата СКФО по джипу «Триал». Приглашаем вас, приглашаем всех жителей Ставропольского края. У нас будет открытие на стадионе «Мечта» Станицы Иссентукской 27-11.00. Второй этап, именно непосредственно, где будут проходить заезды, это 28-го числа в 10.00 открытие. У нас будет хутор «Новопролетарка». Это Юдский сельсовет. Там у нас организаторами проложена трасса, организованы места для болельщиков. Поэтому приглашаем всех. Ну, это зрелищно будет. Да, планируется. Получается, по склону будет идти на джипу. Ну, я, честно говоря, понимаю так, что это будет прохождение труднопроходимых мест. Планируется заезд порядка 40 команд. В том числе, конечно, будут принимать участие СКФО, Краснодарский край, Астраханская область. Будут представители Украины, Латвии, Чехии. Даже, по-моему, будут спортсмены с Малайзии. Также у нас будут принимать участие спортсмены из Владивостока, Камчатки. Поэтому, представляете, какие любители этого вида спорта, что такой делали долгий путь, чтобы принять участие. Поэтому, надеюсь, что это будет зрелищное мероприятие. Это впервые такое? Впервые, впервые. В предгорном районе. Ну, я думаю, это будет уже на регулярной основе. То есть, пройдет уже? Мы максимально стараемся, чтобы привлечь организаторов и сделать это соревнование постоянно в предгорном районе. Вот чем еще можно привлечь у вас? Что-то еще, какие-то направления спортивные, может быть, развиваются? У нас, вы, наверное, видели, знаете, понимаете. У нас на горе Джуца, в селе Юца, постоянно проводятся различные соревнования по дельтапланиризму, парапланиризму. Проводятся даже этапы Кубка России, международные соревнования. Ну, как объясняют спортсмены, что это очень благоприятные потоки ветра. Поэтому, практически круглогодично летают спортсмены. Это одно из направлений. Я думаю, что оно очень привлекательное этим спортсменам. Но, я думаю, не только приезжают жители нашего региона. Нет, нет, нет. Я же говорю вам, проводятся даже международные турниры. Также, вы знаете, у нас в станице Суворовский привлекательные места. Это наши минеральные источники, куда посещают не только жители Ставропольского края, а даже отдыхающие городов, курортов приезжают принять лечебные ванны. Также у нас развивается экотуризм. Вот в станице Боргустанской у нас существует казачье подворье, где могут вам провести интересные... Прямо окунуться можно в то время в казачество. Непосредственно находится дом старого казака, проводят экскурсию, рассказывают историю становления казачества, историю этой непосредственной семьи, показывают быт. И потом у них даже существует такое мероприятие, как проведение постановочной свадьбы в казачьем направлении. Интересно, конечно. Получается, предметы быта, как они собираются? Жители приносят или это все-таки откуда-то стараются привезти? Нет, это 100%, потому что станица Боргустанская, она всегда была, есть и остается казачьей станицей. Я думаю, что это все было... Но если это даже домовладение осталось в тех же параметрах, которые оно было еще в те времена, я думаю, что это все сохраняется. Соседи, вот мы как-то беседовали с организаторшей этого подворья. Надо расширяться, надо расширяться еще. Ну, надо расширяться, но это прямо находится среди домов, по улице, то есть это даже нигде-то не отдельно. Это действительно то домовладение, которое было первоначально у казачьей семьи. Ух ты. Да, вот стоит даже съездить, посмотреть. Обязательно, я вас приглашаю. Вот получается, туризм можно сразу расписать себе. Вы знаете, вот даже когда я там находился, приезжал, они даже показывают и рассказывают, по крайней мере, лично не присутствовал, не видел, что бывают даже гости из-за границы. С Кубы, по-моему, даже из Америки к ним приезжали. Но, скорее всего, думаю, что это какие-то иностранные граждане, которые отдыхали на кавказских минеральных уходах, и просто посмотреть быт казачьи, конечно, оно было бы интересно. Вот вы сказали еще свадьбы. Интересно, бывают ли такие случаи, люди действительно хотят сыграть свадьбу, но решили сделать в такой традиции, и вот в этой обстановке настоящую свадьбу. Ну, я не думаю, потому что это сценическая постановка, это один из гостей там у нас принимает участие, он жених, а второй из гостей бывает невеста. Они уже как свахи проводят свадебный обряд. Вот сейчас вы нас посмотрели, может, какой-то уже бизнес-план себе придумали. Так, и Придгорный район, это в первую очередь сельское хозяйство. Это одно из главных направлений все-таки для района. Какие показатели у вас на сегодня? Что вы выращиваете? Роман, изначально Придгорный район был основан для сельскохозяйственного обеспечения санаторно-курортного комплекса городов Кавказских минеральных вод. Поэтому, естественно, основное направление деятельности сельского хозяйства нашего района, вернее, направление деятельности сельское хозяйство. Поэтому основная деятельность у нас осуществляется, у нас более 35% занятого населения занято в сельском хозяйстве. У нас 122 тысячи гектар – это земли сельхозугодий, из них 85 тысяч гектар – это пашня. Значит, сельскохозяйственный комплекс Придгорного района представлен 44 крупными сельхозпредприятиями, более 300 крестьянско-фермерских хозяйств и свыше 33 тысяч личных подсобных хозяйств. Поэтому у нас, скажем так, направление деятельности не только растеневодства – зерновые, зернобобовые, подсолнечник. Также у нас выращивают овощи закрытого и открытого грунта, картофель. У нас также имеются два сельхозпредприятия, которые занимаются выращиванием плодов и орехов. Мы являемся одними из лидеров в Ставропольском крае по выращиванию продукции закрытого грунта – это тепличные хозяйства. Всего у нас на территории находятся 4 тепличных хозяйства. Площадь тепличных хозяйств наших занимает свыше 55 гектаров. Немало. В первом полугодии 2019 года получена продукция 11,5 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Планируем на конец 2019 года свыше 20 тысяч гектаров. Также у нас на территории предгорного района, единственный в крае, имеет место осуществлять свою деятельность ферма по выращиванию кроликов, свыше 4 тысяч голов кроликов и порядка 15 тонн мяса в месяц. Также у нас в прошлом году был реализован инвестиционный проект «Комплексное развитие и переработка мяса птицы». Это инвестиционный проект ООО «Меркурий». На сегодняшний день осуществляет свою деятельность по разведению утки французской селекции. Мощность нашего комплекса содержания свыше 400 тысяч голов уток и мощности выхода утки мяса до 2000 тонн в год. В район кормилица получается. Да, вот видите, она просто развивается потихонечку, планомерно. Очень интересно для инвестиций. Поэтому вы сказали по урожайности. В этом году немножечко нас погодные условия создали, скажем так, проблемы, но в любом случае те плановые показатели по уборке урожая, которые мы ставили перед собой, 240 тысяч тонн собрать, я думаю, что этот результат будет достигнуть. На сегодняшний день основную уборку завершили крупные сельхозпредприятия. В стадии окончания уборки у нас крестьянско-фермерские хозяйства. Средняя урожайность у нас 40 центнеров с гектара, это чуть ниже прошлого года. Я думаю, что мы качеством зерна возобновим, восстановим свои потери, которые у нас по урожайности. У вас столько вы выращиваете, не там можно компенсировать всем. Надеемся. Активно сейчас у нас работают государственные программы по развитию сельского хозяйства. Опять же, гранты, субсидии, инвестиции. В вашем регионе как это работает? Роман, ну прежде всего. Если вообще инвестируют. Естественно. Наш район является очень интересным и привлекательным для инвесторов. На сегодняшний день у нас реализуется, и в этом году будут реализованы два инвестиционных проекта. Опять же, это все у нас тепличные комплексы. Один у нас очень интересный проект, это предприятие ООО «Вкус Ставрополя», которое закладывает 6 гектаров тепличный комплекс по выращиванию садовой земляники и клубники. Это тоже будет первый такой инновационный проект в Ставропольском крае. Общий объем инвестиций порядка 980 миллионов. Будет создано новых рабочих мест порядка 147, поэтому мы надеемся, что в этом году однозначно уже мы будем пробовать урожай новой клубники. Также в нашем районе реализуется инвестиционный проект по вводу в эксплуатацию второй очереди тепличного комплекса. Это «Долина Солнца». У нас был первый введен, если не ошибаюсь, в 2017 году. В этом году заканчивают строительство второго тепличного комплекса порядка 7,2 гектара с объемом инвестиций 1 миллиард 400 миллионов рублей. Везде используются новые современные технологии, поэтому это только два проекта. У нас также будет реализован проект по строительству тепличного комплекса. Это ООО «Тепличная», там порядка 10 гектар будет новых строений тепличного комплекса. Там порядка 2 миллиарда 800 миллионов инвестиций. Создание новых рабочих мест тоже порядка 85 мест. Также у нас в этом году будет реализован инвестиционный проект в селе Юца по закладке интенсивного сада. Этот проект у нас будет реализован в четвертом, ну, начнем закладку яблоневого сада на 120, свыше 123 гектаров. Это первый этап, потому что второй этап, вторая очередь будет реализована в следующем году. То есть мы планируем, что здесь тоже будет инвестиций порядка свыше 400 миллионов и создание новых рабочих мест порядка 75. Поэтому я думаю, что в дальнейшем по этому инвестиционному проекту будет построено фруктохранилище, то есть не просто будет реализация, а будет хранение, переработка и дальнейшее использование плода овощной продукции. Надеемся, надеемся. Также у нас в этом году, наверное, в этом году, скорее всего, в следующий год, будет инвестиционный проект, заканчивается сейчас проектно-сметная документация, наверное, находится уже на экспертизе, это строительство молочной фермы в станице Суворовской, у фирмы Село Ворошилов. У них уже имеется один молочный комплекс. Да, это мы уже видели на прилавках. Да, это второй. Они планируют построить тоже инвестиции порядка свыше 2 миллиардов 800 миллионов и получается стадо где-то свыше 2,5 тысяч коров. На сегодняшний день уже идет реализация проекта, это у нас ООО СПК имени Луценко «Пролетарская воля», которые тоже самое увеличивают свое дойное стадо. Сегодня уже завезено 373 нителей молочного и порядка 400 голов еще завезут до конца этого года. То есть при увеличении такого, скажем так, районного поголовья коров, мы надеемся, что на процентов на 10-15 увеличится надой молока в общем по району. Вы решили захватить все сферы продовольствия? Нет, ну как видите, как бы да. Поэтому и говорю, что очень интересно. Я думаю, что для развития района и всего в общем Ставропольского края это, конечно же, приятные инвестиции, потому что это мы прекрасно с вами понимаем, это и налоги, и рабочие места, поэтому мы очень рады, что... А зарплаты нормальные? Зарплаты в среднем у нас по сельскому хозяйству превышают 30 тысяч рублей. Вот, а все боятся заниматься сельским хозяйством, идут в межарку, надо идти в сельское хозяйство. Большие вложения, ну опять же, это все в рамках государственных программ, поддержка очень большая оказывается, поэтому да, действительно. Ну и мы возвращаемся, вспомните, сколько было сельского хозяйства в 90-е годы, которые потеряли свое дальнейшее существование и только вот... Вот студенты нашей сельхозакадемии аграрной приезжают, возвращаются, опять же, выросли, родились в сельскохозяйственном районе, уехали, естественно, очень многие уезжают учиться, обучаются, возвращаются? Естественно, возвращаются, для этого тоже проводится работа и по линии образования, конечно, имеются у нас целевые программы, направление наших студентов в аграрный университет Старопольского края, да, но, к сожалению, хотелось бы, чтобы желание наших молодых людей было более... Все куда-то... Активное, да, все себя ведут экономистами, экономистами стать, они поймут, что все-таки сельское хозяйство – это лучше. Вот кроме сельского хозяйства, еще существенный вклад в экономику, опять же, вкладывает малый и средний бизнес. У вас какие-то программы работают по поддержке предпринимательства? Сейчас очень много, на самом деле, программ, как-то поддержки, люди кафе открывают, какие-то субсидии или еще что-то. В районе действует программа модернизации развития экономики, в ней существует подпрограмма по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса, субсидии предпринимателям предоставляются из бюджета, из местного бюджета, при реализации своих проектов оказывается субсидия на приоритетные направления развития предгорного района. Очень хорошо работает у нас программа по некоммерческой организации по фонду микрофинансирования среднего и малого бизнеса Ставропольского края. Здесь у нас порядка 38 субъектов предпринимательства получили краевую финансовую поддержку в виде микрозаймов в сумме где-то порядка 38 с лишним миллионов. Также в рамках выполнения госпрограммы развития сельского хозяйства в 2018-м, первое полугодие 2019 года, 54 крестьянско-фермерских хозяйств получили порядка свыше 120 миллионов господдержку на развитие крестьянско-фермерских хозяйств. То есть, вот видите, работают такие программы и поддерживают малый бизнес. А что в основном предпринимательство, бизнес какое открывает, что делает в основном? Есть какие-то тенденции? Основное направление предпринимательства предгорного района, вы же прекрасно все знаете, это розничные рынки. У нас порядка 10 розничных рынков, где у нас осуществляют свою деятельность 8 торговых мест, 8 с половиной тысяч. На территории предгорного района зарегистрировано 5 тысяч, свыше 5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В основном, конечно, это торговля, общественное питание и сфера услуг. То, что будет 100% будет иметь. Которые не требуют огромных вложений и не вызывают особых рисков. И рисков, пойдет это в народ или не пойдет. Продолжая тему государственных программ. В Ставропольском крае активно принимает участие в программе поддержки местных инициатив. Я знаю, что у вас в районе эта программа тоже работает. Что вы уже успели сделать? Ваше мнение, что вы можете сказать об этой программе? Роман, с 2017 года район принимает участие в программе местной инициативы. В 2017 году было реализовано три проекта. Это строительство двух спортивных площадок и благоустройство, обустройство парков в селе Юца. То есть эта программа действительно очень актуальная, очень рабочая программа. К сожалению, могу вам сказать, что в 2018 году из 8 заявок поданных районов конкурсный отбор не прошла ни одна программа. Поэтому мы переформатировали свое направление. В 2019 году из 13 поданных заявок 7 проектов наши нашли подтверждение. В настоящее время реализуются все проекты где-то с общей суммой. То есть провели работу над ошибками. Свыше 15 миллионов. Да, общая стоимость наших проектов. Это в том числе у нас идет и благоустройство мест захоронения, спортивные, детские площадки. Устройство тротуаров идет по одному населенному пункту. Ремонт дворца культуры, актовый зал, зрительный зал ремонтируется в станице Бургустанской. Поэтому, опять же, мы прекрасно понимаем, что здесь идет инициатива от жителей, кому что необходимо. И я думаю, что вот этот первый наш опыт, который получился, мы знаем, что я и ставил всегда в пример, что на ЮЦ люди увидели реально работу этой программы. Они понимают, что она работает и она действует. Поэтому вот эти все остальные населенные пункты, которые сегодня приняли программу, мы думаем, что люди поймут. Я за что хотел сказать, что вот общая сумма по 7 проектам где-то у нас 15 миллионов. И здесь идет участие населения и бизнеса. Где-то свыше полутора миллионов здесь также принимают жители нашего района. Поэтому хочу выразить слова благодарности всем активным жителям, бизнесу, кто оказался в действии, принял участие в выборе нашего проекта и, естественно, оказал помощь не только финансово, но и безвозмездно своим трудом, но и, естественно, и финансово. В этом году нет. Сейчас мы готовимся принять участие уже на 2020 год. Поставлена максимальная задача, чтобы все наши поселения приняли активное участие, довели информацию до жителей нашего района и выбрали себе проекты, которые готовят к реализации. Три поселения у нас уже готовы. Сейчас занимаются оформлением документов. Остальные проводят собрания, на которых тоже самое будет принято решение. Я думаю, что мы в этом году максимально подготовимся и принимем участие в программе. Яркий пример хорошей работы программы поддержки местных инициатив. Парк ЮЦА. Правильно вы говорите. Семинар-совещание по инициативному бюджетированию, когда приезжали люди со всей России, Всемирный банк, Министерство финансов. Я тоже там был и как раз, как в пример показывали этот парк у вас. Правильно вы говорите. Мы с вами встречались. Поэтому даже вспомните, были представители Министерства финансов, всех практически субъектов Российской Федерации, они подходили к нам, они подходили к главе поселения, интересовались, как у них было выбрано, кто внес такие предложения. Но действительно, мы с вами прекрасно понимаем, что сельская местность в основном это что у нас? Улицы, дом культуры и администрация. Поэтому той же маме с коляской, к какому-то пожилому человеку хочется куда-то выйти, подышать воздухом. Прекрасно, там вид прекрасный. Да, там еще месторасположение, да, действительно оно соответствует. Поэтому, правильно вы говорите, как пример программы местных инициатив, Министерство финансов Ставропольского края, всех гостей из города Кисловодска привезли к нам и показали. Это значит, что программа хорошо работает во строительстве. Да, и правильное решение было принято жителями с села ЮЦа о реализации этого проекта. И вот еще хотелось бы коснуться темы, ну, о наболевшем. Она всегда и везде, это обустройство ремонта и ремонт дорог местного значения, пешеходных тротуаров. Вот кроме местных, по программе, кроме того, как по программе местных инициатив, у вас строительство дорог, ремонт, как проходит? Ежегодно, конечно, принимаем участие в программе разбития транспортной системы и обеспечения безопасности дорожного движения. Подаются заявки в Министерство дорожного фонда, получается субсидия, подписываем соглашение. В 2018 году у нас было отремонтировано свыше 15 километров дорожного полотна. Это у нас было 4 поселенческих дороги отремонтированы и одна дорога районного значения. Это у нас дорога Горечеводск-ЮЦа-Горноджудский. Центральная дорога от города Пятигорска проходит через всю ЮЦу. Выполнена там работ свыше 7,9 километров. То есть в этом году у нас там, в этом году мы проводим ремонт дороги Ессентуки-Чкалова, так она называется у нас, но это тоже районного уровня. Это подъездная дорога к поселку Чкалова. Также у нас в этом году отремонтированы Ессентукским сельсоветом две дорожных полотна и в поселке Саномер будет выполнен ремонт еще одного дорожного полотна. То есть в прошлом году мы выполнили свыше 15 километров, в этом году будет выполнен ремонт порядка свыше 10 километров. В том году вы знаете прекрасно, у нас такой наболевший наш вопрос, это мост был отремонтирован в село ЮЦа, у нас там идет дорожное полотно улицы Октябрьска с мостовым сооружением. Все отремонтировано, введено в эксплуатацию, поэтому люди сейчас ездят по новому мосту и довольны. И радуются. Конечно радуются. Но как всегда, когда у нас, хотя как бы ни говорили, дороги у нас в крае все равно шикарны. Шикарный роман. По сравнению с другими, это областями, регионами России. Согласен. Вот, и они еще и ремонтируются, и на этом мы не остановимся. Естественно. Игорь Владимирович, давайте перейдем, наверное, затронем социальную сферу. То есть, ну, одна из таких важных. Образование, культура, спорт. Хотелось бы начать с образования. Какие мероприятия проводятся для улучшения технической материальной базы? Район активно принимает участие в государственных программах. И при поддержке правительства Ставропольского края, по поручениям губернатора Ставропольского края, мы ежегодно принимаем участие в программе развития образования. Значит, ежегодно нами производится замена порядка девяти образовательных учреждений оконных блоков. Также минимум одна школа ремонтирует сокровля. Как минимум один спортивный зал мы в год ремонтируем. Также благодаря внесенному поправкам в эту программу губернаторам Ставропольского края в этом году, возможно, и уже мы принимаем участие в этом, это благоустройство школьных территорий. Самостоятельным муниципалитетам тяжело, конечно, осилить, а при поддержке правительства Ставропольского края эта программа получила более расширенные направления, и действительно это необходимо, потому что все образовательные учреждения, как правило, находятся уже довольно-таки... Школы сейчас стали активно уделять все-таки внимание, школам восстанавливать, ремонтировать. Также хочется выразить отдельную благодарность губернатору Ставропольского края за завершение строительства школы нашего долгостроя, поселок Мирный. Более 10 лет наша школа в готовности 70% находилась в замороженном состоянии. В этом было принято решение о перепрофилировании школа-детский сад, и в ближайшее время школа-детский сад откроет двери для жителей поселка Мирного. Это, конечно, новый импульс для поселка Мирный, потому что в этом поселке не было у нас ни детского сада, школа только начальная, и после получения образования в начальной школе наши дети были вынуждены ездить в поселок Нежинский либо город Кисловодск. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день этот объект, который столько времени находился в таком состоянии, он будет самый современный в предгорном районе точно, что в Русском крае ответить не могу. Также в этом году нами... Сейчас я вас, простите, перерыву. У нас есть звонок в студии. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Как вы вас зовут? Игорь Владимирович, спасибо большое за то, что стали уделять внимание школам и детским садам. Мы видели в ваш инстаграм, что открылся детский сад в поселке Подкомок, открывается школа в поселке Мирном. А я и мои дети живем в станице Есентукской. Родилась внучка, поставили в очередь на получение путевки. Обратите, пожалуйста, внимание на станицу Есентукскую. Мы тоже хотим дошкольные и школьные учреждения в станице. Спасибо. Спасибо вам большое, Марина Александровна. Спасибо, Марина Александровна. Роман, ну мы, наверное, просто чуть-чуть не дошли до этого вопроса. Я только хотел сказать, что также в нашем районе при поддержке правительства Ставропольского края и, естественно, по поручению губернатора, реализуется... В год мы стараемся реализовать проекты по строительству образовательных учреждений. Вот в этом, в прошлом году действительно был построен детский сад в поселке Подкумок на 95 мест. В этом году уже мы начинаем строительство, Марина Александровна, вам тоже отвечаю за одно, строительство детского сада на переулке Школьной в станице Есентукской. Конечно, большая очередность, большая загруженность. Район наш к большому... Это же плюс, что в детских садах не хватает, значит, демография у нас повышается. Да, действительно, что прирост населения, естественно, у нас идет, поэтому это радует, с одной стороны. Но, очевидно, детские сады, особенно вот у нас крупные населенные пункты, это наша станица Есентукская, ЮЦА, Винсады. В станице Суворовской был в 2016 году достроен большой детский садик, поэтому по станице Суворовской этот вопрос снят. Поэтому, Мария Александровна, отвечая на ваш вопрос, хочу вас заверить, что 5 августа приступают к строительству нового детского сада на переулке Школьной в станице Есентукской на 160 мест. Также подготавливается проектно-сметная документация и будет принято участие в программе строительства нового детского сада еще одного в станице Есентукской. То же самое на 160 мест. Это будет улица Лунная, станица Есентукская. Мы для себя, конечно, понимаем, знаем, что много еще необходимо сделать, все невозможно сделать, поэтому мы себе ставим задачу и будем ее выполнять. В течение трех лет планируем построить еще как минимум, вот я сейчас назвал станицу Есентукской, в селе ЮЦА и в селе Винсады. То есть три детских сада мы планируем строительство на ближайшие трех лет. Также, конечно, хотелось бы, и мы начали работать по подготовке проектно-сметной документации, строительство школы в станице Есентукской. В настоящее время, я думаю, что мы будем проектировать, проходить экспертизу и на следующий год постараемся принять участие в программе. Ну, потому что действительно у нас вторая смена присутствует в некоторых образовательных учреждениях и нам необходимо. И правильно вы заметили, что прирост населения – это хорошее, приятное. Это плюс, это всегда плюс. Поэтому нам надо работать, надо строить и развиваться. Во всем можно найти положительный эффект. Согласен. А вот работа каким-нибудь по развитию культуры, молодежной политики в районе проводится? Постоянно проводится работа по сохранению и развитию культуры в районе. Тем более у вас культура процветает. Ну, правильно вы заметили. Спасибо большое. Мы принимаем участие активно в разных программах. На сегодняшний день для укрепления материально-технической базы были осуществлены, приняты программы по капитальному ремонту. Сегодня два дворца культуры, скажем так, у нас находятся на капитальном ремонте. Один по местным инициативам, еще третий дворец культуры. У нас, значит, Новоблагодарненский дворец культуры. С прошлого года проводится ремонт. В этом году будут завершены работы до сентября месяца. И в этом году начался ремонт дворец культуры в села Ютца. Вы его видели, мы с вами там были. Поэтому большой, красивый объект полностью будет ремонт завершен. Также два года назад был построен и отремонтирован дворец культуры в селе Винсады. Новый получился у нас комфортный, современный дворец культуры. Принимали они также участие в программе культура до закупки светового, звукового оборудования. Поэтому активное участие мы принимаем в разных программах. В этом году получили грант «Межмуниципальная библиотека» для двух филиалов на национальный проект культуры. Для создания двух модульных муниципальных библиотек. Сейчас посещают библиотеки или больше, наверное, молодежь в интернете? Поэтому и планируем мы. Поэтому грант, да-да-да, создание модульной муниципальной библиотеки. И там будут специальные зоны, где необходимо, скажем так, разного людей поколения, чтобы как-то вот, может быть, разнообразить и привлечь. Это хорошо, это здорово. А с точки зрения вот спорта, молодежь привлекаете в спорт какие-то мероприятия, условия для того, чтобы люди занимались спортом, физической культурой? Потому что сейчас, пока человеку, наверное, не поставишь турник, он и не задумается о том, что нужно все-таки начать заняться спортом. Все верно. Роман, в прошлом году, значит, в рамках программы устойчивого развития территорий, устойчивого развития сельских территорий, на территории предгорного района были реализованы три проекта по строительству комплексной спортивной площадки. В этом году подписано соглашение и уже будет реализовано четыре спортивных площадки. Ну, если необходимость есть, я могу назвать населенные пункты. А также в рамках программы местной инициативы уже реализовывается проект по строительству спортивной площадки в поселке Пятигорском. Значит, подготавливается проектно-сметная документация села ЮЦА на ремонт стадиона, где будут у нас обустроены комфортные условия для проведения спортивных соревнований, проектируются трибуны. Прекрасное место, получается. Красивый парк. Да, это возле парка, правильно вы говорите, действительно, да. Также у нас на сегодняшний день идет реконструкция зала единоборств в станице Иссентукской. Ну, у нас здесь будет двухгодичный контракт, поэтому мы, скорее всего, на открытие зала единоборств пригласим вас в 2020 году. Однозначно, это будет новый современный зал единоборств, который будет открыт вновь. Это было помещение приобретено в 2017 году и в этом году будет реализовано по его реконструкции. Также нами запланирована и готовится проектно-сметная документация по ремонту стадиона «Мечта». Это в станице Иссентукской. И планы в ближайшее время, конечно, подготовка проектно-сметная документация и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории предгорного района. А какие в основном направления спортивные у вас развиты в районе? Есть ли какая-то тенденция? Больше уделяют единоборству, больше дети идут. Или все-таки какие-то другие есть, например, футбол, игровой? Вы знаете, вот в основном разные направления и все они, скажем так, принимаются. Ну, еще раз говорю, у нас много населенных пунктов, у каждого имеет свой менталитет. Кто-то где-то больше отдает предпочтение боевым, скажем так. Кто-то, потому что вот в поселке Нижинском у нас более развита легкая атлетика. У нас там и преподаватель, и в школе большое внимание уделяется именно направлению легкой атлетики. В Бургустан у нас больше уделяется направление борьбы. Поэтому в разных населенных пунктах футбол у нас развивается в станице Иссентукской. Поэтому по-разному. Ну, разнопланово. Разнопланово. То есть мы не зацикливаемся на одном как-то просто район там знаменитом. Волейбольная команда в станице Бекешевская у нас очень такая знаменитая. Поэтому, видите, разные виды и направления. Времени у нас остается не так много. Вот хотелось бы, что бы вы могли сказать жителям Предгорного района, какие планы, на что вы уже намечены, чего ждать, каких преображений в будущем района. Вот какие-то есть мысли? Роман, ну, у нас, мои мысли, конечно же, сделать все максимально для развития, прежде всего, Предгорного района, для привлечения инвестиций в Предгорный район. Мы с вами прекрасно понимаем, что больше будет рабочих мест, больше будут поступления налогов. А также, естественно, развитие, как мы с вами говорили, культуры, спорт, образование. Это те направления, которые будут привлекательны для нашей молодежи, для развития нашей молодежи. И, наверное, больше будет привлекательности не только для жителей Предгорного района, но и для всего, всех жителей Кавказских минеральных вод. Правильно вы обратили внимание еще на то, что мы находимся, граничим с городами Кавказских минеральных вод. Поэтому необходимо нам развивать туристическое направление. Тем более, у нас есть все возможности для этого, есть привлекательность нашего района. Поэтому, я думаю, что основная задача мы должны выполнять и делать все для того, чтобы наш район становился краше, благополучнее и развивался только в положительном направлении. И вот еще, я думаю, мы успеем вкратце ответить. Вот вопрос к нам пришел. Добрый вечер. В поселке Подкумок, когда будет ДК приведен в порядок? Значит, вот вкратце, потому что, да, чтобы мы успели с вами... Все, Роман, быстро отвечу вкратце, потому что владею ситуацией. В настоящее время занимаемся оформлением данного объекта. Там у нас есть небольшие недопонимания. То есть мы, когда будет оформлено право собственности на объект, мы обязательно примем участие в программе. Задачу ставлю себе и главе поселения, чтобы в этом году мы завершили оформление нашего объекта, земельного участка под Дворцом культуры. После чего мы сможем принять участие в программе по ремонту и модернизации нашего объекта. Вот, к сожалению, не подписалось, чтобы мы бы сказали бы, так что беспокоиться нечего. Все будет в порядке. Дом культуры отремонтируют. Будет все прекрасно. Ему еще у нас время есть. Вот Бишкеково, Бекешевска. Бекешевска. Да, станица Бекешевска. Жаловались на жителей, что не было аптечного пункта. Изменилась ситуация? Изменилась. Роман, где-то, наверное, пару лет назад мы проводили выездное заседание администрации предгородного муниципального района. К нам обратились пожилые жители. Поэтому с главой проработали этот вопрос. Конечно, понимаем прекрасно, что сейчас в основном это все частные предприниматели, либо юридические лица, которые работают и получают прибыль. Поэтому нецелесообразность их нахождения там и все прочее. Но проведена работа, нашелся предприниматель, который зашел, открыл аптеку, отремонтировал помещение. Сам лично присутствовал с жителями станицы Бекешевской. Ну, все они, конечно, были уже преклонного возраста, поэтому предприниматель устроил действительно праздник. Мы вместе с молодежью перерезали ленту. И на сегодняшний день аптечный пункт станицы Бекешевска и осуществляет свою деятельность. Все, люди обратились, пожалуйста, аптека есть. Все в наших силах. Просто главное проявлять инициативу, и все обязательно будет получаться. Программа наша приближается уже к концу. Нам остается лишь только попрощаться. У нас, я напоминаю, дорогие телезрители, что у нас в гостях был глава предгорного муниципального района Мятников Игорь Владимирович. Игорь Владимирович, огромное вам спасибо за эту беседу. Много интересного для себя я узнал о предгорном районе. И прям хочется уже еще раз туда поехать и все посмотреть. Мы вас приглашаем. Приезжайте к нам в предгорный район. Спасибо. До свидания, дорогие телезрители. Оставайтесь на своем. Субтитры сделал DimaTorzok